Всем привет! Сегодня я просто хотела поделиться с вами своей историей, как правильно загадывать желание, как загадывала желание я. Итак, поехали! Наверное, всем известна такая история, что по двое курантов необходимо записать свое желание, на бумажечке сжечь его и пепел кинуть с шампанской и выпить, пока куранты бьют 12. Однажды я сделала эту процедуру, и когда я выпила шампанское, мы начали поздравлять друг друга всей семьей, моя семья стала на меня очень странно смотреть, смеяться надо мной, я думаю, что случилось? И когда я улыбнулась, я поняла, что у меня на зубах пепел, точнее не пепел, а вот эта обуглившаяся бумажка с моими желаниями. Мне стало грустно, в это время мне стало смешно, я начала плакать и смеяться, как и вся моя семья. И на прошлый мой год я решила не повторять своих ошибок и вычитала новый способ загадывания желаний. Я... Хватит ржать, а? Я вспомнила это. Я взяла 12... Я прочитала, что нужно взять 12 виноградинок и съесть их под каждый бой курантов, загадывая при этом желание. И когда начался вот этот звук... Я спросила у бабули, можно ли закадывать... Можно ли начинать вообще? Можно ли есть эти виноградинки? Бабушка сказала, что можно. И когда я начала есть эти виноградинки, я съела уже, наверное, около половины, то есть у меня все... Все щеки были полны этих виноградинок, потому что я их не успевала прожевывать. То есть начался реальный бой курантов. То есть я услышала вот это бам-бам-бам. И как бы я посмотрела на бабушку, бабушка поняла, что она тоже неправильно мне сказала. Мы все начали смеяться. Мне было обидно, потому что опять я свое желание прошляпила. Я начала плакать, при этом я смеялась при этом. Мне надо было успеть прожевать все, что я заново отрывала эти виноградинки. Мне надо было успеть прожевать. В общем, опять Новый год начался очень весело. Итак, а теперь к правилам, к основному. Что нужно сделать, чтобы ваше желание не сбылось? Не слушайте о них. Во-первых, вы должны писать свое желание в настоящем времени, как будто вы это уже имеете. Потому что, как мне объясняли, если мы пишем «я хочу машину», например, это значит машину вы кого-то отнимаете. Я хочу повышение по работе. Это значит кого-то увольняет и вас повышает. А если вы говорите «меня повысили по работе», то вас повышает, потому что вы продвинулись по карьерной лестнице и получили это заслуженно. В общем говоря, вы поняли меня, что я хотела сказать. Так что пишите в настоящем времени, успейте, пока часы 12 бьют. Делайте все максимально быстро и не волнуйтесь. И я обещаю, что ваше желание сбудется. Хотя нет, я не обещаю вам, что ваше желание сбудется, но я надеюсь, что ваше желание сбудется. И все, самого наилучшего вам с Новым годом. Ну, кстати, насчет меня. Сбылось ли мое желание, я не знаю, потому что я никогда не записываю, что я загадываю. Но, в принципе, 2015 год был удачным для меня, поэтому, скорее всего, мое желание сбудется. И с наступающим Новым годом. Всего вам самого лучшего. Пока!